добрый день скоро новый год не сказать что мы сильно любим этот праздник но это отдельный разговор детям в любом случае это интересно так что мы готовимся мы покажем сегодня покупочки до которые мы сделали в экспрессе мы как настоящие блогеры кто в пижаме кто вообще без всего вот посюда самое главное мы красивые посюда поэтому мы прикрылись столом чтобы чтобы нам не наряжаться полностью давай давай доставай покажем мешок покажем что мы тогда сбежали и выбрали мне очень нравится сейчас все пока подожди пока не шурши просто мне очень нравится веночке тебе нравится веночки дождем не наваливать но что хочу сказать веночки я взяла потому что это красиво да когда на стене не допустим это нравится ну конечно это фикс прайс и веночки ну посмотрите они очень скромные но просто от нет ну сейчас они тут с освещением этот фонарик у нас они будут наверно красиво но видно что они сейчас подожди расскажу они очень ты хотел померить милана нужно уже нашла себе плюс применение новогоднее ладно у нас ну и сиди так как тут наверно надумать на самом деле все конечно очень скромненько вот эти голые ветки прям еле-еле они красочкой тут покрасили но все равно конечно будет да ну давайте уж раз уж раз уж по пошло на то я думаю мы все-таки встретимся у нас есть мастерица такая в нашем городе знаете кто увлекается такими поделочками есть люди которые делают это красиво до игрушки какие-то украшения куколки и подушки и вот я про это и говорю катюшка нашелась веночке потому что вы видите вот это вот это совсем скромненько скоро мы соберемся и она будет учить милану как это делать ты посмотри что я увидела вы посмотрите я же говорю это фикс прайс ребятки это фикс прайс игрушка сломанная ну ладно здесь есть основание в принципе да а дальше уже может пойти полет фантазии фикс прайс кстати и никто не виноват здесь мы ну да так как украшение я ее распакую подожди пока фикс прайс кстати никто не виноват да мы сами это должны были спросить смотреть а вот в других магазинах может и продавец подсунуть что-то некачественное в общем ну да когда мы достали из упаковки конечно это не так красиво как в упаковке да ну вот такой очень скромненький веночек очень уж очень здесь просто это ребенок дело в школе маленький ребенок но он повесил сюда он посчитал что это должно здесь висеть второй веночек сейчас мы туда повесим раз уж так давай доставай звезду льку это милана говорит что это милана говорит что это елочное украшение да куда угодно хочешь на юлку хочешь на стенку куда угодно вот такие вот такие поделочки мне нравится и такое кстати все вот это не должно быть на одном уровне не должны там чуть сидим дальше доставать что-то не так это кстати милана забрала вот эти все украшения вполне можно сделать самим и это будет красиво на это конечно нужно просто время давать их не будем доставать просто вот такие шарики да но мы посчитали что они такие красивые и симпатичные один опять же треснутый но это наша вина что мы не смотрели мы достали по-быстренькому дать поэтому дедушки это милана взяла у дедушки да ты была но тоже они новые шишки кстати куда-то на поделочки когда мы когда мы будем с катей до делать веночки нам может быть пригодятся шишки шишки может быть вот эти маленькие да смотри точно может быть и вот эти и вот эти нам пригодятся когда мы пойдем к этой девочке которая занимается как называется эта штука когда я не знаю как когда делают вот эти всякие поделки игрушки не знаю бутыр на вполне пригодится смотрите вот эти маленькие прям кому-то для нас набор дедушку купил правда вообще здорово и они такие небольшие как раз они вот такие как здесь шарики видите это шарики такие вот тоже как игрушечки и такие необычные они такие прикольные да смотрите какой шарик и он как как из чешуи из такой вообще классный да я не ребенок но мне это тоже смотрите красиво еще и переливашки да может быть нам тоже куда-то в поделке дедушка молодец милана дедушка подарил наверно милана была у дедушки и нашла это да так вот такие шарики у нас почти уже есть поменьше так ладно давай дальше доставай и самые-самые-самые-самые красивые а да вот это нам нам и мне тоже очень нравится как показать что то есть здесь есть вот просто беленький так сейчас я не открывается это скотчь с я открою я открою я открою а на вами станет попытаться решили что с распутим тоже хорошо как показать чтобы было видно здесь не видно там не видно вот милана молодец они такие блестящие они классные как снежки да а там еще внизу там верёчки надо самим прикреплять потом сделаем в общем и такие мы купили не дамы пока уберем а чё они снимали про в общем прошлые шарики а это мы потом кстати кто не смотрел наши прошлые новогодние видео но у нас новогодних нет про рождество мы у нас своя такая манера не надо нет нет сейчас не нужно рафаэля а у нас своя манера проведения этих праздников мы не ставим елку вот таких больших еловых веток и мы ветками в общем украшаем дом есть столбики у нас тут столбик такой посередине дома в общем этот столбик потом они у нас идут по потолку в общем получается очень красиво у нас пошла еще тоже издавна такая традиция украшать просто стены и столбики потому что знаете у кого маленькие дети это проблема чтобы поставить и собрать елку поставить собрать не проблема проблема в том что потом это будет разбросано это даже может быть погрызана эти игрушки в общем у кого маленькие дети эти знают уже не маленькие но у нас это пошло еще как она не маленькая и 10 лет давным давным давно это пошло и мы приспособились так в общем мы не ставим елки потому что понимаете и это конечно и смешно когда маленькие дети и опасность для детей для маленьких и мы приспособились смешно смешно это смотреть потом когда как они заваливают елки когда все валяется все это в интернете эти все фотки там родители к стенкам прибивают елки на потолок и ревают этими заборами ограждают железно это все конечно смешно но мы вот нашли для себя такой вариант и это действительно красивый как и по сказочному смотрится потом это все увидим все может это вот поносить поносить до на голову это на стены на голову на голову все целая кормушка так же ты пойдешь создается а тут и ешь и умница моя пойдет дается как же нужно задать осталась одна даю прям ну вообще понемножечку уже можно было бы ее бросить хоть у нее только месяц ну хоть нам на кофе кто да вот и даю еще хожу в одну и и на так выбилось из коллектива все в августе она вот сейчас решила до последнего верна своим традициям в ноябре значит в ноябре что такое случилось со всеми этими козами правда не могу сказать почему они всей толпой загуляли в августе чего мне никогда не было вообще что это такое было не знаю почему не видно из-за сена здесь морда шоколадка там мутузит кого-то ну целая кормушка вон сколько метров нет надо там перекусили овощи и теперь здесь вот эту краюшку стали эти коровы вас обижают а ладно тебе ладно покусать джетку хочется за бока дай погонять кого-нибудь видите так она худая стоит нагнулась и вроде бока видны а так она худая она даже были года когда она была беременна там и не поймешь это просто я знала что она беременна а так просто как будто бы коза у нее вот эти вот ямки всегда даже когда у нее живот ладно давай дается что ты нервничаешь я не могу тебя отпустить ничего стоим че здесь толпились все как дела пошли яйца смотреть ты что тут делаешь слази тут нет яиц здесь нет нет одно они как-то смотрят себе 5 яиц я уже забирала днем а вчера вот и сегодня взяла телефон но сегодня нет а вчера смотрю от адлерское даже одно яйцо вот видите я их ругала ругала они занеслись вот что значит световой день они еще удивительно потому что чтобы держать породу нужно ну это любому понятно да нужно соблюдать все эти условия которые нужны для этих птиц увеличились световой день они занеслись они неслись на последний раз я не знаю в августе сейчас занесли но доминанты не переставали и на улице и в холоде и сейчас они конечно прибавили то они уже стали убавлять так днем я взяла пять с утра в смысле они днем раз два три вот сейчас пятый час я пришла включила свет и потом я еще захожу вечером и еще два-три яйца лежит возмущаемся так сейчас заберу заберу чтобы они не топтали не разбрасывали а то не какие-то такие насчет яиц они не очень-то аккуратные могут и на полу валяться яйца вообще просто не то что из гнезда выпали а и шла мимо снеслась куры молодцы обжились здесь так на первом этаже нанесли с утра я забирала еще несколько штучек так сейчас уже вечер и здесь видите вот она адлерское опять яйцо занеслись адлерские это это не доминантов доминанты такие светлые яйца и мелкие не несут это адлерское вот я их ругала ругала им стыдно стало они занеслись все равно видно что яйцо мелкое но все равно хоть что-то да молодцы что стоишь там одна где остальные не деретесь а то что первое время доминанты когда сюда переехали они их так клевать начали адлерские в общем кому нужна порода те держат породу кому нужно на яйцо нам нужно держать яичный кур потому что видите порода естественно порода есть порода нужно соблюдать условия нужна температура и нужен свет световой день и нестись они будут время сейчас к пяти часам темнеет вышла иду в сарай курам включить свет а то сарай это уже темнота нужно было пораньше чуть-чуть задержалась просто вышла и посмотрите вернулась взяла телефон пошла домой так красиво тут такие эти раскраски такие смотрите во все стороны туда-сюда эти палки смотри тебе ну красота конечно прохочется увеличила смотрите как будто какая-то неестественная картинка да здорово вообще красота красиво так вот картина нужно писать Продолжение следует...